Добрый день, уважаемые дачники, садоводы, огородники. Вы таки решили расширить перечень своих растюх, своих культур и заказали черенки инжира, чтобы простить их самостоятельно. Вы купили у меня или у других инжироводов вот такие вот лозы или уже нарезанные черенки по несколько почек и не спешите их нарезать, чтобы укладывать на проращивание. Сразу их нужно вымочить где-то сутки, я вам рекомендую вымочить сутки в лен, можно даже, если вы боитесь подхватить, оставить на лозах какую-то инфекцию или же типа щитовок, я вам рекомендую обеззаразить. Добавить в воду еще какой-нибудь инсектицид серьезный, B58 и марганцовочку протравить, чтобы была легкая такая розовая вода. Вот, в таком виде оставляется лоза на сутки, не нарезаясь, лучше будет впитываться вода в эти лозы. Теперь вам нужен мокс вапна, он очень влагоемкий, впитывает воду в несколько раз больше своего объема. Намочить его, хорошо отжать и уложить вот в такой вот контейнер. Я вам очень советую приобрести такой контейнер, хорошо, но не обязательно высокий, для вращивания черенков и жира, допустим. Или вообще он в хозяйстве очень даже пригодится. Отжали и разложили вот таким вот слоем. Вот смотрите, не толстым, чтобы мох был слегка влажный. И разложить потом на этот мох, нарезанный по размеру, чтобы влазил, влезал в контейнер наши череночки. Вот, разложили черенки. И затем, вот я сделал из опрыскивателя, распылителя воды, добавил сюда немножко марганцовки, чтобы беззаразить, возможно, появляющуюся здесь, в черенках, серую гниль. Ну и возможно будет закисать сами черенки. Вот, теперь опрыскиваю череночки, чтобы они были влажными. И после этого накрываю контейнер. Примерно через неделю у вас появляются на череночках и побежки с листиками, и корешки. И бывает даже такое, что корни прорастают в сам мох. Это такое нередко и такое явление. И теперь смотрите, если у вас над корешочком появляется где-то здесь почка, уже распустившаяся, ну допустим, вот такая вот. Или просто наметилась зеленая почка, вот как здесь, вот это вот. Тогда над почкой обрезается череночек и вставляется, и вставляете вот такой вот стаканчик пластика, это из-под чая. Или же можете нарезать пластиковые бутылки, полтора литровые. И еще через недельку, полторы у вас появляется вот такая вот мочалка, корешки классные белые на дне. Объем не жалейте, поскольку он до высадки в грунт, у вас еще очень много времени, месяц-два как минимум. Так, когда начнутся возвратные заморозки, закончатся майские заморозки возвратные, тогда можно высаживать уже будет в открытый грунт. Ну а в принципе, если вы уже сейчас хотите и корешки свыли в данную емкость, то можно уже пересаживать в объем побольше, если вы планируете выращивать это растение в капки. И потом еще, после посадки в стаканчики, через недельки-полторы-две, у вас получается вот такая оранжерея на подоконнике. Естественно, батарея греет и процесс корнеобразования и вегетации побежка у листьев ускоряется в несколько раз. Естественно, грунт пересыхает немножко, поэтому нужно поливать. Я поливаю через день, в зависимости от того, насколько пересыхает вода и насколько идет потребление влаги корешками. Вот, много корней, много листовой массы, соответственно, все это испаряется, добывается влага и питательные вещества из грунта. Грунт я беру специальный садовый, он с перлитом и с удобрениями. Здесь уже специальная садовая земля, я покупал в садоводческом магазине. Возможно, еще и поэтому хорошо у меня растут такие вот саженцы. Вот, до окончания возвратных заморозков они у меня растут здесь, на подоконнике. Ну, а после того, как минует угроза заморозков, я их пересаживаю в шкулку на дачу при тенении. Растут они у меня до осени. Они у меня растут с разной динамикой до осени. Кто-то 40 см, кто-то 50 см, кто-то метры выше. И тогда, уже где-то в конце октября, ноябре, они будут готовы к реализации. Кстати, кому не хватило саженцев в 2019 году, в прошлом сезоне, можете рассчитывать на саженцы в 2020 году, в этом сезоне. Ну, а я вам желаю, ребята, хорошего угрожая, помешивая лещик на ваших садах и огородах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.